всем привет кто меня смотрит и кому это будет интересно это видео по просьбе девочек из нашей группы орхидейные страсти как посажен у меня липтуд из бекалору ну и расскажу немножко как я за ним ухаживаю он у меня давненько точно уже не скажу точно помню что три года назад когда я уезжала на неделю он оставался с мужем мы не только один все остальные орхидеи и теплица тогда у нас только-только первый год был с февраля месяца в апреле и уезжала еще как бы мы не приспособились к ней в апреле я уехала выходила сильное солнце ну уж в общем не проконтролировал да он и не смог бы он до сих пор этого не понимает подгорели сильно многие орхидеи он у меня сильно пострадал и вот только спустя три года он восстановил свою форму и хорошо уже зацвел он в прошлом году два цветочка то ли три было я не помню и один был немножко деформированный но вот в этом году вот такая уже полушапочка цветов красивый товарищ значит родина его бразилия парагвай и растет над уровнем моря до 1000 до до 1000 и любит яркий свет там все еще при влажность как обычной все орхидеи ну в трупе как живет понятно а у меня совсем не трупики и не полутропики но стараюсь обеспечить им такие условия чтобы они хорошо себя чувствовали и радовали меня светением значит я его посадила просто на блок получала я его по моему в горшочке вот уже столько из памяти выпадает да он был горшочки я его сразу пересадила на блок пробковой коры и корни просто укрыла сверху лесным мхом вот и все корешки вылазят замок частенько но потом залазят обратно или дальше не растут любит он влажность это точно под амхом вот такой хорошенький цветочек прелесть конечно когда много их цветет а в интернете есть такие богатые растет он у меня с удовольствием так просушки выдерживает сейчас я расскажу каких условиях живет значит но самое главное вот этот мох но лесной мог я уже говорила он пока сам не напьется воду никому не отдаст поэтому смачивать хорошо надо блок и на день ему хватает когда даже сильно очень жарко вечером если ночи теплые опять смачиваю если нету значит опять с утра а в зимнее время по обстановке я не сильно их грею чтобы не снижать сильно влажность поэтому обрызгиваю периодически но у него и в природе там есть такие периоды более сухие и так где-то поддерживаю 50 процентов влажности это нормально тоже в общем растет он тут с удовольствием температуры высокие он переносит также как и низкие при низких температурах самое главное чтобы он не был мокрым а при высоких правильный полив когда температуры очень высокие поливать лучше с утра или вечером а когда тепло ну там до 30 градусов 35 даже один раз с утра или вечером удобряются как и все температуры ночные но обычно меня в теплице там где он растет 5 6 7 8 градусов ночные ну и 20 бывает только тогда когда выходит солнце это у нас редко в зимнее время ну а летом у нас влажность низкая за исключением этого лета когда были сильно долго дожди около трех недель влажность хорошая только на ночь когда их поливаю или поливаю весь сад он себя хорошо чувствует он растет в в течение года но так как у меня зимние условия немножко не такие как надо то растет он медленнее намного а когда уже потеплее то хорошо начинает расти ну и соответственно вот самое главное тут с поливом не прогадать чтобы растение пережила зимний период в моих условиях и хорошо начало дальше расти весной уже когда я могу хорошо поливать и удоверять свет он любит яркий но висит он у меня всегда так что он получает или утренние солнышка пару часов или вечерние вот летом вечерние пару часов а когда в теплице растёт то висит он так что получает он утренник пару часов а так все время так в получине на в светлой тени если на солнце он висит он тогда сильно загорает но я после того как он у меня загорел я додумала что он вообще не выживает больше его на яркое солнце такое сильно не вешаю. Но, естественно, прямое солнце тоже может быть разным. Интенсивность облучения разная, поэтому прямое солнце в последнее время противопоказано не только людям, но и РЕДМ. По поводу аромата. Описывается, что у него есть аромат ванильный, вкусный. И даже его коробочки, которые завязались, там семены используются в кондитерских, типа как ванилин. Но я у него аромата никакого не слышу. Может, не в то время подхожу. В общем, никогда солнечно, не тепло, не пасмурно. Может быть, не в то время подхожу, а может быть, этот у меня такой, который без аромата. Может, он считает же, что у меня не обязательно и пахнуть. Он и так хорош. Ну, вот так вот, в принципе, и все. Блок. Лесной мох. Поливы и удобрения, соответственно, температурному режиму, сезону в моих условиях. Вот и все. Несложный товарищ и очень красивый. А на этом все. Как всегда, всем хорошего настроения. Удачи всегда и везде. Пока-пока.